Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео! План восстановления для Terra Luna Classic только что был разоблачен. Сегодня мы разберем все его страницы до конца, чтобы разобраться, как Terra Luna Classic вырастет до одного цента. Или даже до одного доллара. Называется он так, экстренное восстановление Луны Classic. Этот план включает в себя множество различных предложений, например, сжигание монет и конкретный код для интеграции в блокчейн Terra Luna Classic. В целом, после просмотра этого видео ты поймешь, что собирается делать Terra Luna Classic в будущем и как это повлияет на нее и ее холдеров. Это очень интересное и важное видео для холдеров Terra Luna, а их на моем канале хватает. Поэтому, если ты хочешь продолжать получать обновления по Terra Luna Classic, дай мне знать комментарием или лайком. Если будет хотя бы 4000 лайков, я пойму, что тебе это действительно интересно и нужно. На самом деле, разобрать вот такой документ и кое-как объяснить его простыми словами, это было непросто. Поэтому я буду очень рад, если ты поддержишь мою работу лайком. Это очень-очень приятно. Итак, давай начнем. Недавно в дискорд-группе Terra Rebels, организации, которая разрабатывает и предлагает различные обновления для Terra Luna, было опубликовано следующее сообщение. Всем привет! После напряженной работы Terra Luna имеет возможность опубликовать финальную версию белой бумаги Terra Luna Classic. Эта белая бумага посвящена тому, чтобы заложить фундамент для воскрешения Terra Luna Classic. И самые незамедлительные шаги и действия, которые команда Terra Luna Classic предпринимает для этого. Прежде всего, мы видим краткое содержание этого плана вот здесь. Что вообще находится в этой белой бумаге? Это фактически множество обновлений блокчейна Terra Luna Classic. Таких, как, например, обновления 4095, 3658, 4080 и 1299. Сейчас мы вкратце посмотрим на эти обновления, чтобы понять, как Terra Luna собирается вырасти до одного цента. Или даже до доллара. Также мы поймем, как сильно повлияют эти обновления на Terra Luna Classic и ее холдеров. И самое интересное, что здесь есть не только плюсы, но и минусы тоже. Их мы тоже рассмотрим. Начнем с обновления 4095. Это обновление снова приносит стейкинг в Terra Luna Classic. Только в стейкинге смогут участвовать не все, а лишь активные валидаторы в сети. Это обновление уже получило одобрение сообщества 21 июня 2022 года. За него тогда проголосовало 90,6% сообщества Terra Luna. И как ты видишь, это обновление направлено на внесение следующих изменений. Повторно активировать стейкинг Terra Luna Classic для валидаторов, которые были активны на протяжении последних 60 дней. При этом новые валидаторы могут быть созданы только лишь после 22 августа 2022 года. Почему это обновление является таким важным? Потому что обычно блокчейны работают на консенсусах типа либо Proof of Work, либо Proof of Stake. Proof of Work это, например, биткоин. В таких блокчейнах майнеры добивают монеты, подтверждая или отрицая транзакции. Proof of Stake позволяет получать монеты за то, что ты просто держишь монеты. Стейкинг фактически то, что заставляет блокчейн на Proof of Stake работать. А Terra Luna Classic это как раз блокчейн на консенсусе Proof of Stake. Без стейкеров у него просто не будет эффективного и работоспособного блокчейна. Так что стейкинг для Terra Luna просто необходим. Поэтому это обновление будет для Terra Luna очень-очень ключевым. Особенно после 22 августа, когда будет возможность создавать валидаторов сети Terra Luna. Это означает, что в Terra Luna Classic вернется множество людей. Но также это сделает блокчейн Terra Luna Classic более эффективным и юзабельным. Так что обновление 4095, которое станет полноправным 22 августа, очень-очень повлияет на Terra Luna Classic и ее курс. Следующее обновление носит кодовое название 3568. Это то самое обновление, которое каждый холдер Terra Luna ждет с большим нетерпением. Это обновление принесет в Terra Luna Classic сжигание в размере 1,2% на все виды транзакций. Как ты видишь, за это обновление проголосовали 9 июня. 83,3% сообщества проголосовало за. Это механизм сжигания токенов Terra Luna Classic, который внедрят в блокчейн Terra для того, чтобы общее предложение токенов уменьшилось. 1,2% от каждой транзакции любого вида, в которой участвует Terra Luna Classic, будет сжигаться до тех пор, пока общее предложение Terra Luna не составит 10 миллиардов токенов. Сейчас это, как ты помнишь, 6,5 триллионов токенов. И как ты видишь, статус этого обновления имплементирован, то есть внедрен. Осталось лишь запустить. Я оставлю ссылку на этот документ в описании под видео. Здесь есть интересные программные коды этого обновления, которые рассказывают о том, как именно оно будет работать. Если ты хочешь, можешь изучить их. Я в этом не силен, поэтому комментировать особо не буду. Очевидно, что сжигание 1,2% от количества токенов в каждой транзакции – это очень-очень серьезно. В плане уменьшения предложения Terra Luna, поэтому я предлагаю тебе посмотреть на эту таблицу. Если торговый объем Terra Luna будет 100 миллионов долларов в день, то это приведет к сжиганию 3,6 миллионов монет Terra Luna в месяц. На данный момент торговый объем Terra Luna – 160 миллионов долларов в сутки. Это обновление, как по мне, является самым главным и, пожалуй, единственным способом для Terra Luna Classic вернуться к ценам от 1 цента до 1 доллара. Чем мне нравится эта белая бумага? Это тем, что она описывает не только плюсы, но и минусы каждого обновления. И я хочу указать пару минусов сжигания токенов Terra Luna Classic, которые здесь указаны. Сжигание 1,2% от каждой транзакции фактически является неким подобием налога, а налог – это плохо для долгосрочного роста. Является ли этот налог положительным или отрицательным катализатором для Terra Luna Classic? Как пишет сама команда, вот их цитата. «Мы остаемся беспристрастными и развиваемся в соответствии с предложениями сообщества, за которое оно проголосовало. Пока мы признаем, что сжигание токенов за каждую транзакцию или, иными словами, налогообложение операции, вероятно, снизит активность в сети Terra Luna. Но мы структурировали реализацию этого обновления так, чтобы она была гибкой. Процент сжигания может быть изменен с помощью новых голосований сообщества, и мы могли бы даже сделать его переменным. Благодаря демократическому процессу Luna Classic сообщество может адаптироваться для поддержания здорового долгосрочного роста. Простыми словами, несколько месяцев после запуска этого обновления процент сжигания токенов будет максимальным, чтобы предложение Terra Luna Classic сгорало как можно быстрее. Но затем они смогут с помощью голосования в сообществе изменять проценты. Например, уже не 1,2%, а 0,5%. Второй минус этого обновления заключается в том, что он угрожает разорвать связи Terra Luna Classic с децентрализованными приложениями и биржами, с которыми уже была связана Terra Luna. Например, с Terra Station, например, Terra Faucet или расширение Terra для Google Chrome и так далее. Это означает, что разработчики должны будут обновлять свои ПО для работы с обновленным блокчейном Terra Luna Classic. Однако, как пишет команда Terra Luna, их код сжигания токенов основан на налоговом коде Terra UST, который уже и так работал в блокчейне Terra Luna до февраля 2022. А значит, разработчикам будет достаточно просто адаптировать свое ПО под новый блокчейн Terra. Следующее обновление под кодовым названием 4080. Это обновление связано с пулами сообщества Terra Luna и призвано сжигать 50% комиссионных за транзакции. 35% комиссий за транзакции в этих пулок будут сжигаться ежемесячно, 10% будут использоваться для финансирования разработчиков Terra, а остальные 5% будут оставлены для поддержки разработки основных систем Terra Classic. В целом, эта белая бумага очень помогает нам понять, как Terra Luna Classic будет восстанавливаться на длинной дистанции и что шансы стоить 1 цент у нее есть. Также мы уже понимаем, что механизм сжигания, точнее его код, уже имплементирован в код блокчейна Terra Luna Classic. Так что обновление 4058 уже вписано в код, а обновление 3568 должно быть вписано 22 августа. Поэтому 22 августа для Terra Luna будет большим днем возвращения стейкеров. Очень много людей вернется в Terra. Кроме того, многие биржи, особенно небольшие, уже готовы к запуску механизма сжигания 1,2%. Также Binance проявил свой интерес в запуске этого обновления. Поэтому поддержка биржи и сообщества уже есть. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Здесь мы каждый день говорим о самых интересных событиях в мире криптовалюты. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok